Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Токсик Улфы, Бер на связи, всем приятного просмотра, готовьте чаюху, ляля кебаб, пища из города Харькова, коренной житель, и мы стартуем, ready, steady, go, погнали! Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Ну что, ребятушки, заводим, запускаем движочек, да? Вот так, ребятки, и живем, то, что вы спрашиваете, пишите, люди возвращаются, да, вернулись, еще и добавил. Гляньте, тут ЧАТБ строят, ребят, прикиньте, прикол с приколом. Улица Героев Харькова теперь это называется, раньше был Московский проспект, Массельского метро, так, звезду проезжаю, ребятки. 21 газ, двойка 35, пятерка 45. Вы помните эти полные, полные парковки, Салтовское шоссе, трактора, перекресток. Вот вам и Салтовка, ребятки, вот вам и Салтовка. Даже на классе, видите, людей, ну нет, вот, супермаркет-класс. Вот второй, ребятки, АТБшечка, свежина. Это остановка, это крутая, ребят. Я ехал в аптеку, сейчас попробую скупиться, мамке, препараты там от давления. Слушал. Ребятки, все купил. Цельные. Ремзики, скупился, купил земсу косточку. Ворожок, кисерчик. Так, за яйцами очередь выстоял. Я тут скупляюсь, ничего не подозреваю. Тут хоба на мне смс-очка, на новую почту пришли посылочки. Так, ну шо, ребятушки, забрал посылки, сейчас буду в машину грузить. Да посылку мне, ребятки, прислали, посмотрите, не влазит в багажник. Несу, ребятушки, несу. Чип-чип-чип-чип Эдэйв, к вам спешат. Чип-чип-чип-чип Эдэйв, лучше всех. Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Токсикул. Сегодня у нас будет интересный денечек, сегодня у нас куча дел, поэтому стартую. Ну шо, ребятки, давайте взвесимся. Опа-на, вот это приколы. Что-то я перенабрал. Перекус таксиста, чек. Сердечки, ребятки, всем приятного, кто кушает. Вот такие вот вкуснейшие куриные сердечки. Самый простой, самый обычный. Ребятки, напишите, а шо вы на завтрак кушаете. У меня вот такой необычный завтрак, куриные сердечки. Блин, воды забыл выпить. Чай же все равно будем пить, ладно уже. Но вообще не забывайте с утра, перед едой всегда выпивать кружку воды. Всем приятного, ребятки, кто кушает. Так, ну шо, ребятушки, не забываем выпивать все витамины с утра. Вы пьете витамины? Напишите в комментариях. Так, ох уже этот свет, да, светит вам прямо в камеру. Ну извините, ребят, мы не с богатой семьей, точечного освещения у нас нету. Как есть, так есть. Так, аспарканчик, бы что-то начало у меня лыбки заливать немного. Так, два штучки надо аспарканчика. Дальше. Витамин Делиформула. Мультивитамин. Дальше. Витамин С. Пяти сотый. И оливит. Лопается вкура на руках. Все. Ну шо, давайте покормим нашего байрактарчика с вами, да? Ребедики. Бовин тоже, если хочешь. Байрактарчика. Ля, там и орешки у тебя. Тааа. Ты зажиточный хлопец. Не прибеднись. Сейчас я тебе еще и свет открою. Ну шо, давайте покормим наших. Рыбок. Включим вам свет. Смотрите, Сомик сидит сразу на гнезде. Да, Багир? Багирка, ты подсказывала тут что-то, Саша, да? Ты подсказывала. Ты помощница. Ты маленькая кисенька такая. Ты помощница, Саша. Да во всех делах помогаешь. И на стримах, и везде. Ну шо. Берем корм наш. Я, честно говоря, ожидал, что будет хуже. С аквариумом происходить все. Все сильнее будет, мутнее вода. Вчера, видите, капельку пролил за фон. Вот такое образовалось пятно. Надо будет подсушить. Но, в принципе, плюс-минус терпимо. Сейчас мы еще дадим. Что, что, пять? Раз, два, три, четыре, пять. Нашим Сомиком таблеточки. Да, Багир? Мы кормили рыбок с тобой? Мы кормили, да? Мы умнички с тобой. Мы хозяйственные. Малючка давайте наших покормим. Все кушают. Все четко. Такое количество их здесь. Походите на базе, уже ждут рыбок, когда я покормлю их рыбками. Та улитками, да? На улице дождик. Ведь и капает с крыши. А что там наш Зевсуня? Опа. Зевсун, доброе утро. Ты был замечен. Привет. Подписчикам привет передаешь? Зевсунка. Хе-хе-хе-хе. Ну что, ребятушки, заводим, запускаем движочек, да? Все чики-брики. Так, времечки вот столько. Пчатский на базе. Пчатский тоже. Так, выехал, ребятки, вообще на улицах ни души, посмотрите. Просто людей нема никого. Такая обстановка. Ну, она погода как бы соответствующая, понятное дело. Но раньше, в это время, вы мне извините, толпы машин, толпы людей идут на работу, едут в садики, школы, работы. Та, просто по делам. Скупиться там тут все. Сейчас он уже 7 часов, почти 8. Как бы самый такой вот, начинается час пик до 10 часов. И никого, ни души, просто. Даже машин нету, вот обратите внимание. Я еду такой, как вот в диком западе, только перекати поля не хватает. Где-то поодинокие люди, личности ходят, и все. А это все. Вот, пожалуйста, остановка. Смотрите, на остановке, сколько там? 5 человек? Как-то так. Вот такие дела. Вот так, ребятки, и живем. То, что вы спрашиваете, пишите, люди возвращаются. Да, вернулись, еще и добавилось, поняли? Помимо того, что вернулись люди, еще миллиона 3 добавилось людей в Харькове. Ну, вот вы видите вот обстановку. Как они вернутся, ну, откуда, куда и так далее, и тому подобное. Мало людей, очень много. Сейчас поедем с вами на Салтовку. Да, ребятки? Поворачиваем направо. Ну, тут на остановке чуть больше людей. Но, опять же, это не те объемы людей, не то количество, которое было. Просто. Просто пустящий город. Может, конечно, кто-то с Харьковской области, они не представляют себе, какое тут было движение. Тут движение, крайнее время, было примерно такое в Харькове, как в Киеве. То есть, пробки. Можно было по некоторым улицам попасть в пробки и долго ехать очень довольно-таки, рассчитывать время. Люди уже такси не вызывали, ехали на метро. Вот. Потому что понимали, что на такси они будут долго ехать. Сейчас, видите, по крайней мере, пробок нету во всем, надо видеть, да, позитив. Сейчас те, кто не любили пробки, не любили там столпотворение людей, скажут, о, офигенно, свободнее дышать стало. Скажут, да, люди? Новостройщики, видите, строятся потихоньку. Ну, вот на светофоре, пожалуйста, я четвертый. Это вообще-то ты шо? Новострой строится там все четко. Сейчас глянем, что там девчиська. Выезжают, синие девчата на работу. Подснежники наши девчата выходят. Улица как-то в красных фонаре, че разбитых. Хитрая заправка, видите, не работает. Собакевич уже на охране. Так, шо наши девочки? Вареники не позамораживали тут свои? Так, ну шо, там никого не видать. Что-то не видать никого. Ночь, нелетная погода, и там тоже. Смотрите, тут чьи АТБ строят. Ребят, прикиньте. Прикол с приколов. Возле метро ХТЗ, видите. АТБшечку лупасят. Девчат, кстати, тоже нет. О, это девки будут теперь возле АТБ стоять торговать. Улица Героев Харькова теперь это называется. Раньше был Московский проспект. То, что я вам говорил, что меня всегда удивляло, почему он московский, почему название осталось, Московский проспект и так далее и тому подобное. Но уже переименовали. Кстати, в футбольца тоже никто не играет. На детских площадках, там тоже детская площадка, никого. Черный Ланос, как черный Бумер, обгоняет меня, посмотрите, на Чили. Сразу видно, что тюнинг, тюнинг. Задние фары тюнингованные. Смотрите, шашковать пошел, шашкует. Это дерзкий хлопец, дерзкий. Сразу видно. Так, сейчас тут у нас родничок заправка. Посмотрим, что там подорожало, топливо не подорожало. Ну, оно у нас в Харькове не дешевело. То рассказывают, там, там, там подешевело, там, там, там подешевело. Я не знаю, как у вас, ребят, у нас не дешевело. 22.49, пожалуйста, на роднике ГАЗ. Будьте так любезны. Массельского. Массельского метро. Экватор, да, ребятки? Сельпо. Магазинчик там, где я рыбок покупал. Моечка. Заправочка. Тут, как всегда, видите, норовят перебежать. Человек этот торгует, тоже стоит клюквой своей. Так, звезду проезжаю, ребятки. Шурую потихонечку. Подшипник что-то левый начал гудеть. Поменять бы подшипник. Такое, как, немного гудит. Конечно, еще не критично. Но гудит, трохи. Так, что тут у нас? БРСМчик скоро будет. Вот, посмотрите цены. Что там у нас по топливу, да? Класс. Супермаркет. Так, 21 газ, двойка 35, пятерка 45. Вот такие цены. Двойка 35, да, нормальная цена. Вы помните эти полные, полные парковки на Росте? А Маршала Жукова. И теперь, ребят, посмотрите. Просто, просто нет души. Ну, я, если честно, я маленько в шоке. Я такого вообще давно не помню. Мне реально, ну, я не знаю. Меня уже удивляют эти комментарии. Так что там, люди возвращаются? Что там? Что там по работе? А что ты не работаешь в Харькове? Та работы завались там. Та то, та сё. Та ребята, очнитесь. Очнитесь чуть-чуть. Что вы рассказываете? Смотрите, вид какой, ребятки. Красотинушка. Многоэтажки видно впереди. Приезжаем на трактора, ребятки. Тут такая атмосфера. Салтовское шоссе, трактора, перекрёсток. Вот такая атмосфера, ребятки. Что-то и в клубе тут уже никто не тусит. Кто помнит, да? За мной тут клубешник ещё. Вот вам и Салтовка, ребятки. Вот вам и Салтовка. Шуруем на 602-й. Потихоньку, помаленьку. Раньше здесь кипела жизнь, конечно. А сейчас он только бомжи с торбами лазит через дорогу. И всё. Как-то так. Куча домов побитых, позабитые окна. В домах нету окон. Забитые ОСБ, панерой. Чем попало, чем-нибудь. Даже на классе, видите, людей... Ну, нет. Вот. Супермаркет класс. Кого возить? Пишут. Чё ты не, говорит, не работаешь в такси? Вон 90-е возвращается. Посмотрите. С рук торгуют, с пола, с земли. Люди в надеждах хоть какую-то копейку заработать. Кого возить, ребят? Очнитесь. Кого здесь возить? Ну, это я тем, кто не понимает вообще, где он находится. Где я нахожусь, да? 502-й, ребятки. АТБшечка, свежина. Круг троллейбуса. Тут тоже людей не сильно много. О, пунктной зламности. Смотрите, какой красавчик стоит. Чигак. Это остановка. Это остановка. Это крутая, ребят. Но люди стоят рядом все равно. На 99-х уже таксуют. Видите? На Жигулях. Смотрите, вот. Кто с котомкой, кто с мешком. Вот такие, ребят, делички здесь. Атмосфера по кайфу. Ну, или не по кайфу. Вот здесь вот. Тоже с этой стороны. Вот такие, ребят, дела. Вот такая атмосфера. Салтовка. О, остановка пустая абсолютно. Видите? Людей никого нет. Два-три человека дорогу переходит. И все. На этом хорош. Что-то строили супермаркет. Плитку побросали. Троллейбусы. Автобусы. Какие-то. Кто-то вон, видите. Девчуля шагает, где попала дорогу. Переходит. Так, еду, ребятушки, обратно домой. Скорые помощи, видите, ездят. Людей забирают по больницам. Сейчас это частая проблема у людей. Стрессы, нервы. Так, ребятушки. Машинки, видите, какие в Харькове побитые стоят. Дехал в аптеку. Сейчас попробую скупиться мамке. Препараты там от давления. То-се. Как раз посмотрим, продадут или нет. Ребят, что хотел сказать. Ну, я просто в шоке. Только что еду, едет тренда горуховая на этом, на опеле. Не, не на опеле. Я немного на стрессе. На аудюхе, короче. И тупо со второстепенки выезжать на главную, короче. Лоб в лоб, прикиньте. Я ей сигналю, а она еще газку поняли на меня. И две девки сидят впереди. Ну, я просто в шоке. Бампера уже нет у них. То есть, это уже не первый их случай. Я в шоке. Погнали в аптеку. Хорошо. Сейчас мы идем. Заходим. Продавление пропадет. Ребятки, все купил. Цитрамон. Геналаприл. Чешу. Сейчас сказали, не переживайте. Все можно купить. Вот так. А вчера очереди были. Я вам поставляю где-то фоточки. Просто лютейшие. И вчера уже там продавали этот, как его, немесил. За сколько рибзики? 1200, я в шоке. Войлоксе. Так, все, в мешком я ряду. Нам надо фарш куриный. Курица цельная. Нам надо куриный фарш. 119. Ребзики, скупился. Купил Земсу косточек. Всем спасибо огромное. Кто кидает донатики, ребзики? От души. Затарился. Сейчас надо в машину кинуть и в АТБшечку. Не, мне еще надо в Ласточку зайти. Теперь она называется Ластинка. А там раньше в АТБ были дары природы. Кто помнит? Напишите в комментариях. Сейчас запулимся в Ласточку. Что нам надо тут? Сразу скупляюсь и себе, и мамке, короче. Сейчас надо творожок глянуть, что у нас по-чему. Нам надо творожка. А десятки там нету еще? Нет, но десятки нету. Вот он. Сырок. Сырок. Смасло. Творожок. Кисерчик. АТБ. На широкой походке. Что у нас тут? Мандарины, апельсины. Бананы 67. Авокадо 224. Киви. Яблоко по 16. Что? Дармова цебуля. Дармова цебуля по полтиннику. Капуста 23. Картоха 12. Так, за яйцами очередь выстоял. Дефицитный продукт. Надо яиц брать. 64, 68, 66 и 55 в лотках. Какие дела? Я тут скупляюсь, ничего не подозреваю. Тут хобана мне смс. На новую почту пришли посылочки. Ребятки, всем огромное спасибо, кто помогает, кто присылает посылки. От души, от чистого сердца. Ну что, погнали на новую почту забирать посылочки. Стартуем. Ready, steady, go. Так, ну что, ребятушки, я уже на новой почте. 38 отделение у себя. Погнали забирать посылку. Чук. Что там нам интересно прошло. Так, ну что, ребятушки, забрал посылки. Сейчас буду в машину грузить. Нашла нас. Да и о Lexus, извиняюсь. Да посылку мне, ребятки, прислали. Посмотрите, не влазит в багажник. Будем в салон грузить. Ты что, ребят, да ты что, положил эти посылки в салон. Но он, смотрите, и сзади меня лежит какая громила. Здоровая посылка, коробка. Так, тут еще посылка. Я так понимаю, что Артема приехала. Ой, там веселая должна быть посылочка. Вообще, Артем, огромное спасибо, братик. И ту посылку здоровьючую будем, ребят, с вами распаковывать. А вы пока на паузу поставьте, напишите, что там. Как вы думаете, что там в той посылочке? Из какого города она пришла? Давайте, поехал я, еду, стартуем. Давайте, заводим движок, погнали. Встречал, ты встречал, Зисун, да? Привет. Привет, камбалы. Вот так ты кружил, возил Саша. Вот так. Вот так ты. Мой ты собака-улыбака. Мой хорошенький малыш такой, мочесенький бородачка. Мой пузики. Пузики-подмохошики. А так собачка делал. А так сдавался. А ну-ка, где мои косточки? Что ты мне купил там с подписчиками? Скажи, вкусненькая проверка, да? Ага. Смотрите, кто нас там встречает. Оп, оп. Зисун, смотри, какую козырную косточку тебе подписчики передавали. Гляньте, мясца сколько? Сам бы ел. Зис, может, самому зисто, читавать тебе. Будешь? Угостись? Дай лапу. Да, скажи, какая лапа, а какая косточка. Ну давай, да. Красава. Иди сюда. Кушай. На. Тут такая дебелла, ее в зубах фиху держишь. Приятного, Зисунька. Это от подписчика. Не стесняйся, ешь. Это он вас благодарит. Да, Зисунька? Кушай. Молодец. Поблагодарил подписчиков. Спасибо, ребятки, всем, кто помогает. Скажи, Зисунька, если бы умело разговаривать, я бы еще и блог бы вел, помогал бы. Рассказывал бы что-то. Да, Зисунька? Да ты что, смакотень. Пошла жара. По вашим просьбам, все комментарии читаю, готовлю и несу кофе соседу, львовское, то, которое присылал подписчик. Сейчас забабахаю два кофеечка себе и ему, и с доставкой на дом, только кофе в постель, принесу ему, короче. Несу, ребятушки, несу. Опа, я думал, вы будете в кровати, я вам в постель хотел кофе принести. Паша, махник, блядь, что в постели у тебя не хватало воды. Блядь, ну воды я могу тут же убить, да. Да? Ну, ты, блядь, как это все, как это, я не знаю, в 26-й школе учился, нет? Действительно. Молли, тебе тоже надо было? По морозу, по этому. Чип-чип-чип Эдэйв, к вам спешат, чип-чип-чип-чип Эдэйв, лучше всех брови убрать. Отец свой сахар добавляет, я же бомжу, у меня сахара нету, только сахарозаменитель. А ну, сейчас, проба. Эксперта в деле кофе. Четыре цистерны кофе выпиты. Четыре кава? Да, я-е. Пойдет? Пойдет, конечно. И уксус сладкий будет. Раз, еще ложечку сахара. Чуть-чуть-чуть. На халяву, как говорится, и уксус сладкий, да? Водья такая. Понял. Молли, а тебе не принес кофе, скажи? Эх, ты же быстрый, скажи. Ну, подписчики напишут тебе кофе принести, я тебе обязательно чашечку маненьку. Пацаны, спасибо за львовскую каву, кто присылал. За ваше здоровье. Велика подяка. Соседка же, Велика подяка. Вон, сидим с соседом кофе пьем, ребятушки. За ваше здоровье, вашими молитвами. И это самое. Рассказывают, говорит, село. Он раньше жил под Харьковом. Говорит, мужик. Там, говорит, через лес дорога. Ладно, говорит, по натоптанному шел. А то, что-то он сбился с пути. Короче, где-то наступил, ногу оторвало, короче, мужику. Такие дела. Так что сейчас грибочки. До этого тоже хлопец там попал тоже на лепесток, че на что-то наступил. Сейчас вот эти грибочки, рыбалки, ребят, лучше не шарьтесь. Не по лесам, не по этим самым. А если уже и ходят, то я считаю, что надо ходить действительно по протоптанной стэшке этой, где уже люди не раз ходили. А так вот, что просто на простец, уже сейчас это не работает. Так что, такие жизненные ситуации у нас. Под Харьковом. Так, ребятушки, всем привет. Распаковка посылки. Огромное тебе спасибо, братишечка. Пришла посылка. С Кривого Рога. Так, Артем нам прислал. Сейчас мы будем ее, опа, распаковывать. Так, вот здесь. И его ножичком распаковываю, который он тоже прислал. И раз. Опа, глядь. Как всегда, красавчик, упаковал, как четко. Так. Что тут у нас? Так, ребятки, аккуратненько. Распаковываем. Гляньте, как вообще запаковано. Класс просто. Чтобы все доехало. Целости и невредимости. Так. Вот так вот. Ох, 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 ребят, смотрите. Так ты шел. Ля, тут вообще песня. Помните, мы с вами на стриме, залетайте, кстати, на стримах. Разговаривали. Собственного производства. Гляньте, ребятки. Вот это да. Вот это пушка. Гляньте. Бутылка какая. Во. Ребятки. Это коньячок собственного производства, которое он сам делает. Братишечка, огромное тебе спасибо от души. Братишечка, огромное тебе спасибо за эту бутылочку. Это не три звезды, как тут написано. Это 15 звезд. Я понюхал, ребят. А я любитель коньяка, я вам честно скажу. Запах, он просто настолько классный. Он обволакивает прям. Ну просто пушка. У меня аж слюнки бегут. Братишечка, обнимаю до хруста. Добра бабла, позитива. Всего тебе самого лучшего в жизни. Пусть сбываются твои мечты. Пусть твой кошелечек всегда будет полон. Мирного неба над головой. И крепкого бычьего здоровья. Всего тебе самого хорошего. Спасибо, братик, огромное. Так, ребятушки, вот куда, если что, скриньте. Отправлять можно посылочки мне. Ребятки, перекус таксиста чек. Вот такую штучку присылал нам Артем. И присылал нам макарошки. Вот пришло время. Мы это все кушаем. Всем приятного. Перекус таксиста чек. Артем, огромное спасибо. Так, ну что, ребятушки. Я даже оделся красиво, смотрите. Так. Что-то не устарцев делать Артема. Вкуснятины вот этой. Макарошки раз. Это с баночки сюда на макарошки. Вот так, красота. Вот и перчик-то. Пушка. Вот это смокота. Я сейчас еще и острый принесу перец. Так, еще перчик вообще у нас. Сейчас мы острый. Так, ловись. Ловись перчик. Большой и маленький. Во. Всем приятного, кто кушает. Так, ребятушки. Вот денечек и подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Распаковку большой посылки вы посмотрите завтра в следующей серии. Потому что эта серия и так вышла длинная. И тут куча-куча информации. И есть чего посмотреть. В общем, ребзики, завтра выложу распаковку посылки огромной змиста Хмельницкий. Всем огромное спасибо, ребят. Кто помогает. Кто кидает донатики на карточку. Кто помогает деньгами на карту. Карты, кстати, внизу в описании под видео. Кто присылает посылки от души, ребятушки. Кто смотрит, ставит лайки. Пишет комментарии. Нажимает колокольчик. Их всех обнимают до хруста, ребятушки. Всем огромное спасибо. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21. Вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.